Доброе утро, друзья! Коктейль Молотова, 13 апреля, понедельник, и сегодня у нас в наших онлайн-гостях Черных Александр Васильевич, историк, этнограф, профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. И поговорим мы про пасхальную обрядность в Трикамье. Пасхальную обрядность, да. Доброе утро! Началась доброе утро. Здравствуйте! Как вы нас видите, слышите? Я вас вижу прекрасно. Как у вас настроение? Просыпаетесь ли вы во время режима самоизоляции так рано или нет? Ну, обычно нет, но это ничего страшного. Кстати, как для того, чтобы быть бодрым, у вас есть какой-нибудь лайфхак по утрам, чтобы проснуться и быть бодрым весь день? Ну, кофе, зарядка и хорошее настроение, да. Отлично! Ну что ж, давайте перейдем к нашей теме. И расскажите, пожалуйста, про Пасху. Вообще, откуда она пошла? И там же много различных обрядов, символов, примет. Давайте начнем с того, откуда вообще появился праздник Пасхи и что он символизирует. Ну, действительно, период, на который приходится этот праздник народного календаря, он очень важный. И это один из древних таких обычай и традиций, связанных с тем, что в земледельческом календаре большинство народов и Пермского края, и в том числе русские, это были земледельцы. И этот праздник приходится на стык сезонов, на начало нового земледельческого года, на начало новой хозяйственной деятельности. И поэтому с принятием христианства вот эти древние традиции, связанные с началом нового цикла, они органично были соединены. Поэтому не случайно в народном календаре Пасха стала одним из самых главных праздников. И действительно, по тем представлениям, которые были связаны с этим днём, с этим праздником, по той обрядности, которая в том числе у русских приками и у других народов была связана с этим праздником, она очень богатая, она очень обширна. И материалы наших экспедиционных работ, они тоже показывают, насколько это всё было наполнено разными действиями и содержанием. И действительно, очень интересный материал есть вот по этому комплексу народного календаря. А обрядность приками и другого народа, ну, другого населения, другой России... Сильно отличается? Ну, есть очень много общего, потому что этот день, он присутствует и в культуре компермяков, и морейцев, и удмуртов, и поэтому Чуваш и многих других народов по Волжии при Урале. И поэтому есть какие-то общие символы, например, яйцо, которое присутствует в культуре многих народов и связано вот как раз с идеей этой новой жизни, и оно присутствует в обрядах, связанных с земледелием. Ну и, кроме того, есть какие-то детали, которые отличают культуру каждого народа. А почему всё-таки яйцо? Да, давайте поподробнее. Почему яйцо, почему его окрасят, раскрашивают. И в какой цвет, да, почему чаще всего в красный? Да, откуда это было? Ну да, потому что красный цвет – это один из таких очень важных символических цветовых кодов в народной культуре. Он обозначает, связан с идеей плодородия. И поэтому как бы вот в народной культуре объясняют обычаи окрашивания в красный цвет очень разными такими вот легендами. И одна из таких пермских именно легенд, очень таких редких, в России она больше вообще нигде не записана, это то, что связана она, конечно, с библейскими, с новозаветными историями о том, что Иисус Христос, когда вот его распяли, ему унимали кровь снегом. И вот эти вот снежные комочки стали красные, именно поэтому вот появилась такая традиция окрашивания яиц в красный цвет. Естественно, это связь с символикой крови. Ну и кроме того, конечно, в Прикаме есть такие распространенные легенды, которые есть у многих народов, и в том числе у русских разных регионов, о том, что Богородица пришла к императору, принесла ему яйца, он не поверил в совершившееся чудо воскресения, и яйца стали красные, после чего как бы вот эта вера появилась. Ну и кроме того, есть, конечно, очень много вариантов. Ну и яйцо, оно вообще символ всех весенних праздников, и начиная с пасхальной обрядности до Троицы, буквально все ритуалы, которые совершали крестьяне, земледельцы, яйцо там обязательно присутствует. Это и первый сейф, на который тоже брали с собой яйца, разбрасывали их в том числе на поле, дети их искали, потом съедали. Это и традиция освящения семенного зерна на пасхальные праздники, когда туда тоже помещали яйца красные с пасхальной обрядности. И здесь очень тесно переплелись народные традиции, традиции церковные, потому что освящение зерна, например, на пасхальных праздников совершал священник, который с крестным ходом обходил дома прихожан, и где уже было всё готовлено, эти лукошки, ситиво, с зерном, с пасхальными яйцами. Именно с этим зерном уже позднее начинали первый сев. И вплоть до Троицы, вот все эти более 50 дней, 50 дней, яйцо, оно становится вот таким вот главным символом. Ну, в культуре очень многих народов именно яйцо выступает символом новой жизни, символом как бы вот такого вот плодородия, очень прочно связано с земледеческой и другими комплексами обрядности. Но ведь да, яйца ведь не только красным цветом красят, особенно сейчас эта культура раскрашивания всякими рисунками, это было изначально или это уже современно? Для Пермского края вообще характерно, что яйца обычно только в красный цвет и только луковой шелухой. И других вариантов, которые мы встречаем, например, в культуре народов Восточной Европы, где действительно вот это многоцветие окрашивание для русской традиции при камеи его не было. То есть это такое извне пришло. Понятно, что мы знаем там и у словаков, и у поляков, и у украинцев, и писанки, и вот эту орнаментальную символику яйца. Но как раз все регионы теми отличаются, что в каждом регионе и в каждой деревне что-то свое, что-то особенное. И для Пермского края характерны вот именно такие традиции. А я слышал, что, ну, вы сказали, что раскидывали яйца по полям, и дети потом искали, это же какой-то аналог пасхального кролика, по-моему, нет? Где-то в который... Ну, символ пасхального кролика, он характерен больше как раз для европейской культуры. У нас хотя заяц и кролик тоже воспринимаются как главные символы плодородия, но в пасхальной обрядности они не присутствуют. И вот этот поиск яиц нет, это не связано с этой традицией, потому что это эти ритуалы, которые приурочиваются к началу сева, они совершаются уже позднее. И символика здесь другая, немножко заложена, например, чтобы лен рос дольше, во время посева льна яйца бросают, вареные яйца бросают как можно выше, тем самым как бы вот стимулируя то, что требуется именно от льна, чтобы волокно льное было как можно длиннее. Александр Васильевич, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую паузу, но большая просьба вас... Вы никуда не уходите. Не отключайтесь, после рекламы мы... У нас еще к вам много вопросов. Разговор. Доброе утро, да, мы продолжаем. Наш разговор с историком, этнографом, профессором, доктором истерических наук, членом-корреспондентом Сосийской академии наук, членых Александром Васильевичем. Да, продолжим. Какие еще символы Пасхи на Прикамье? Да, может быть, пример. Пасха, куличи, это все делалось тоже? Ну, в принципе, все это делалось, но очень редко. Конечно, словом «пасха» и тот сыр, творожный вот этот вот блюдо, которое сегодня очень популярно, оно встречается очень редко, как, в общем-то, и кулич. И главным, наверное, пермским пасхальным блюдом являются шанги и пироги. Ну, а если говорить еще о символике этого праздника, то здесь действительно очень много с ними связано традиций. Это, во-первых, традиция украшения жилища. То есть в Прикамье принято было, например, украшать дома к празднику пихтовыми ветками. Это тоже пихта, вечно зеленое дерево, оно становится вот таким вот символом преодоления смерти, жизни. Кроме того, это пасхальные соломенные фонарики, которые развешивались, например, над божничкой, украшали тоже дома, туда помещали яйцо. Это гирлянды бумажные, которые мы сегодня очень часто привыкли видеть на новогодние праздники. Но первоначально это как раз вот так, как новогодняя обрядность, она позднее пришла в нашу культуру, то многие вот из этих украшений, они как раз являются такими пасхальными украшениями. Ну и еще, если говорить о таких вот пасхальных традициях, о развлечениях, это, конечно, качели. Потому что главным молодежным событием Пасхи это было качание на качелях. Специально, заблаговременно парни устанавливали качели в деревне, да, девушки даже пряли и вили веревку новую, чтобы она была крепкая, новая. И вот качание на качелях, которые начинались с исполнения пасхального тропаря, оно продолжалось вот всю пасхальную неделю, которая была вот такой вот выходной, да, и как раз вот была для того, чтобы погулять, повеселиться. И вот с качанием на качелях тоже связано очень много примет, обычаев. Какие, например? Ну, например, начиная качаться, да, девушку спрашивали, кто у нее жених. Потому что вот эта вот брачная символика, она в народном календаре тоже очень активна, потому что, ну, продолжение рода – это один из главных вот таких культурных кодов, да, то есть в традиции оно присутствует во всей их праздничной культуре. И на Пасху тоже, то есть само качание, которое… Это молодые девушки, парни, это их в первую очередь развлечение, да, ну и, конечно, это все тоже должно стимулировать будущую брачность, с одной стороны, с другой стороны, обеспечивать плодородие. Ну, и еще одной из главных, наверное, идей пасхальных обрядностей, как и в многих других праздниках, это связь с предками, с культом предков, и поэтому не случайно и в пермских традициях именно пасхальным праздником к радальнице было приурочено посещение кладбищ, да, и, как называют в народе этот день, Пасха мертвых, да, и тоже христосоваться, приносить на могилы пасхальные яйца, и это один из таких вот важных и главных поминальных дней в народном календаре. Да, а радонеца, это вторник следующей недели, да? Да, это вторник следующей недели после Пасхи. А скажите, а что нельзя было делать ни в коем случае на Пасху? Ну, этот праздник не связан с такими упрямо очень сильными запретами, но действительно одним из таких запретов является сон в ночь на пасхальную обрядность, потому что Пасха — это вообще ключевая дата народного календаря, поэтому считается, что спать на Пасху не принято, да, лучше. И объясняется этот запрет тоже очень многими как бы предписаниями, если в ночь на Пасху проспишь, например, то весь год тебя будут кусать комары, там, у тебя не будет удачи. А так не будут, если не поспать? А? А так не будут, если не поспать? Типа всё, он не поспал, да? Да, то есть в народных поверьях вот есть такой, например, запрет, да, и поэтому, конечно, это и невозможно было в русской деревне, где обычно в этот день посещали храм, и даже если не было этой возможности, то встречать Христа или гаркать Христа, как его называют, перед божницей собиралась вся семья, и уже был накрыт пасхальный стол, разговлялись, и, например, для того, чтобы семья была дружна, очень часто для этого использовали одно яйцо, которое делили на столько частей, сколько членов семьи сидит за пасхальным столом, и как бы вот это тоже традиция такого семейного праздника, да, когда, с одной стороны, мы собираемся за пасхальным столом, с другой стороны, мы связываем всю общину и всё родство, потому что на Пасху принято было детям обходить дома, собирать яйца, поздравлять с праздником, да, христосоваться и как бы получать за это в том числе угощение, стряпню какую-то, собираться вместе вот на этих молодёжных гуляниях, поэтому действительно в деревнях, в русской деревне, ну и не только в деревнях, потому что этот праздник, который был и на уральских горных заводах, и городские традиции, даже в городе Перми, мы тоже знаем, что этот праздник, который вот отмечался и имел тоже свои, но уже городские черты, понятно, что в Перми чаще устраивались, например, карусели, и пасхальные торжества включали и такие вот общие собрания, но этот праздник, он тоже отмечался, поэтому он был не только такой сельский, крестьянский, хотя, конечно, в обрядности сельского населения сохранилось больше таких вот народных именно традиций, представлений об этом празднике, да, о том, что на Пасху даже природа радуется, вот этому пробуждению весны, празднику, поэтому считается, что такое природное явление, как солнце играет, да, то есть когда оно встаёт, переливается особо, это вот тоже те представления, которые связаны с этим днём. А я бы всё-таки хотела вернуться к неделе до Пасхи, к Страстной неделе. Да, Страстной неделе. Что было, вот именно, какие, вот всё-таки Великий четверг, да? Ну, действительно, во-первых, это неделя, предшествующая празднику, она связана с подготовкой, во-первых, здесь у нас есть такой день, как Чистый четверг, когда обычно мыли избы, и вообще у пермских крестьян генеральную уборку проводили раз в году, когда довели избу к Пасхе, и так как очень часто, ну, ещё в XIX веке, избы топились по чёрному, дым выходил в избу, то за зиму накапливалось очень много копоти, сажи, поэтому есть такое выражение «искать потолок», это как раз вот когда на Пасху проводили генеральную уборку, да, то есть собирались помочью, то есть все подружки приходили для того, чтобы вот тебе вымыть избу, и вся неделя была вот в такой, в таких вот помочах. Это с одной стороны, а с другой стороны, это, например, красильная суббота, красная суббота, то есть это тот день, когда начинают красть яйца, печь, куличи и готовиться к Пасхе. И ещё на этой неделе есть очень важный день, это Великий четверг, и некоторые исследователи считают, что как раз это вот тот самый древний Новый год, который был когда-то у славян, потому что в этот день наполнен такими действиями, которые должны обеспечить достаток и благополучие на весь предстоящий год. А в этот день, например, считают деньги до солнышка, да, чтоб они велись, обегают дом на кочерге, загребая богатство в дом, кричат в трубу корову, чтобы она возвращалась с пастбища, сгоняются на сесток куриц, мешают сметану, чтобы сметана была, да, то есть производят такие действия, как собирают грибы, там ловят рыбу, то есть выйдут во двор и имитируют, то есть понятно, что никаких грибов и ягод в этот период ещё нет, но имитируют вот эти вот действия для того, чтобы обеспечить достаток и благополучие на весь предстоящий год. Сегодня, мне кажется, можно только сметану помешать и деньги пересчитать. Я-то думала, что деньги считать это совершенно новая традиция, оказывается. Нет, она достаточно, да, там есть даже специальная формула, там копейка, полушка копейку несёт, копейка рубль несёт, рубль там десятку несёт и так далее, то есть главное перекладывать и говорить, ой, как у меня там много, но в городских условиях можно ещё, есть традиции связанные, например, с тем, что открывали сундуки и восхищались, ой, какой у меня новый наряд, да, как у меня много обновок, то есть тем самым считая, что в этом году вы приобретёте достаточное количество вот сарафанов, рубах новых, да, и ещё множество вот таких вот обычаев связано с тем, чтобы действительно обеспечить достаток благополучия в будущем году, но и очень часто задают вопросом, а вот как это вроде соотносится с христианской традицией, но в народной культуре нет этого противоречия, потому что все народные традиции, они были теснейшим образом связаны с представлениями христианской культуры, и поэтому, например, говорили, Иисус Христос страдал, чтобы у народа всё было в достатке, поэтому те обычаи, которые связаны с обеспечением вот этого благополучия, они вполне органично вписывались вот эту христианскую картину мира, и здесь не было того конфликта, который вот мы, может, сейчас говорим, что вот это там христианское, это дохристианское, там языческое, то есть этот синтез, он был гораздо сложнее, и нельзя вот его разложить по полочкам и сказать, что сейчас мы говорим о народном, дохристианском, а христианское оно как бы в другом ключе, поэтому здесь народная традиция как раз показывает нам вот такой вот симбиоз, народное православие, которое в том числе не менее интересно вот с точки зрения этнографии, да, с точки зрения изучения. Очень интересно, спасибо вам огромное. К сожалению, время у нас подходит к концу, и благодарим вас за то, что вы проснулись рано утром и рассказали нам интереснейшие факты, исторические факты про Пасху. Надеемся, что увидимся в нашей студии когда-нибудь еще, что ступающего с Пасхой, можно ли так сказать? Спасибо вам, успехов. Всего доброго. До свидания. Спасибо.